Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем читать воспоминания Майи Михайловны Плесецкой, читая «Жизнь свою». Сегодня у нас глава 19, которая называется «Кто кого?». Вернусь в театр в свою жизнь 1948 года. К концу сезона, для меня 5-го, в мае нам назначили нового директора – Александр Васильевич Солодовников. Его царствие – темная полоса моего театрального существования. Если и раньше все давалось через усилия, преодоление, то изначальное недоброжелательство с самого верха превратило мою жизнь в каждодневное неравное борение. Сейчас я могу домыслить, что кто-то, еще более высоко сидящий, задал ему программу моего торможения. Но тогда все для меня замыкалось на Солодовникове. Невзрачный, сутулый, в больших очках, в вечно жеваном костюме с оттопыренными карманами, всегда в белой рубашке, всегда при галстуке. Можно запечатлевать для вечности на любую доску передовиков производства. И еще портфель, с которым он никогда не расставался. Словом, руководящий советский человек с портфелем. Солодовников начал антиплесецкую деятельность со статьи в газете о молодежи Большого театра. Всем сестрам раздал по серьгам, всех восхвалил, напутствовал. Меня же не упомянул вовсе. Словно, Майи Плесецкой ни в театре, ни в природе не существует. Ни многочисленные газеты люди читали в те времена по-особому. Не всяко слово в строку пишется, все что-то да означает. Совсем на китайский манер. В каком порядке перечисления, кто за кем, кто с инициалами, кто по имени, кому прилагательная, а кому и целая фраза отпущена. Кто талантливый, кто одаренный, кто просто молодой. А тут, на тебе, фотографии в огоньке лебединая, золотая медаль на фестивале, а исчезла, испарилась, пропала без вести. Театральный мир не обошел статью Солодовникову вниманием. Кто-то встревожился, кто недоумевал, кто-то тихо сочувствовал, а кто начал сторониться, избегать. Позже это повторялось со мной не один раз. Только масштабы были посерьезнее. Пошла к директору объясняться. Носить камень на сердце тяжелее. Ну попробуй, пройди в директорский кабинет через Церберов. Десятки раз тщусь объяснить, для чего, зачем, по какому поводу долгожданная аудиенция. Очки поблескивают, хмурятся. Какая статья? А, это. Ну она же про молодых, а вы зрелый мастер, ведете репертуар. Я тороплюсь заметить, что другие, названные на 10-15 лет, меня старше и со званиями. Я же лишь пятый год в театре. Солодовников встает из-за стола. Разговор окончен. У него государственные заботы, а тут... Предыдущий директор, Федор Пименович Бондаренко, на эру которого пришлались мои первые годы, не встревал в детали. Кому что танцевать, солировать, петь. И человек он был мягкий, доступный, не злобливый. В 1948 году этаким либералам в императорском театре не место. Только заправились с Зощенко, Ахматовой, выпороли проштрафившихся композиторов-формалистов, всяких там Шостаковичей, Прокофьевых, Хочатурянов. Надо и в театре порядок навести, укрепить дисциплину. И Солодовников взялся за эту работу оголтело, засучив рукава. Я не знаю, как было в опере, но в балете он стал контролировать состав каждой тройки, шестерки. А уж балеринские партии Лавровский не смел определять один без директора. Тут зоркий партийный глаз нужен, а то всякий с неблагонадежным семейным прошлым. Но балетмейстеры по-прежнему старались занять меня в своих постановках, стремясь обойти генеральный план строительства балета по Солодовникову стороною. Захаров ввел меня в симпатичную партию девы в Руслане. Это была первая брешь в Солодовниковском бастионе. Танцы в опере бдительный партийный рыцарь оставил без должного внимания. А еще артистки болели, подворачивали ноги. Так и на лебединое пришла во мне вновь нужда. Я заменяла надолго захворавшую Семенову. Даже Железная Головкина, из которой погремевшему тогда по школам стиху Николая Тихонова можно было ковать большевистские гвозди, простудилась, заболела ангиной и уступила мне Раймонду. Живем, курилка. Правда, в будничные дни меня нет-нет да выпишут на невест в Лебедином или другие небалеринские партии. Читаю свою фамилию на канцелярской доске. У меня свой ответ. Беру бюллетень, хвораю, мол, кто кого. А есть еще комсомол, многолюдные собрания. Там Плесецкую пропесочивали со стервенением за пропуски политчасов, отлынивание от диалектической учебы. Два раза, еле продрав самые ранние глаза, свершив подвиг, примчалась взмыленная к девяти утра в наш театральный выходной, благословленный понедельник, в дом работников искусств на Пушечной. Там повышают знания основ марксизма-ленинизма недоумком от искусства. Нудные, пространные лекции читают. Что напророчил волосатый Маркс российским пролетарием на сто лет вперед? Как боролся Энгельс с прохвостом Дюрингом? Апрельско-майские, июньские, июльские тезисы Ленина с броневиков финляндского вокзала. «Божественное откровение усатого Сталина» и прочая абракадабра. Ничего не понимаю. Хлопаю слепающимися глазами, изображаю неподдельный интерес. Дремлю. На третий раз меня не хватило. Лучше выспаться. Во вторник спектакль. И вот наказание. Гневные отповеди комсомольцев и партийных активистов. Мои коллеги беснуются хлеще всех. Прогульщица. Аполитичная особа. Злонамеренный элемент. Что-то лепечу в оправдание. Шум всеобщего осуждения. Потом. Добрый месяц. Мое имя красуется на доске всеобщего обсуждения. Нет, простите. Потом. Добрый месяц. Мое имя красуется на доске приказов возле канцелярии. Выставлено на общий обзор. Такая-то. Пропускает. Не посещает. Ах, так. Теперь я и за правду ходить не буду. Кто кого. 10 января. В самом начале нового года. 1949. У Файера день рождения. Сталкиваюсь с ним на нашей лестничной площадке. И он, расчувствовавшись, внезапно зовет меня вечером на семейный праздник. Вчера как-никак дирижировал мне Раймонду. Вроде триумф был. Кто же гости? Голованов с Неждановой. Авиаконструктор Яковлев. Певец Лемешев. Екатерина Васильевна Гельцер. Сидим. Едим винегреты с крабами. Водочку потягиваем. Закусываем зернистой икоркой. От крабов и черной икры ломились тогда прилавки. Террор террором. Борьба с космополитизмом на гребне. А жратвы полно. Логика ясно дурацкая. Но что было, то было. Звонок в прихожей. Сам Солодовников. Снял шубу и со всеми за ручку. На мне его фальшивая улыбка сходит с лица. Легкий оборот к Фаеру. А это как понимать? Фаер в замешательстве с короговоркой. Это соседка, это соседка, соседка моя. Меня так больно колет мизансцена, что через 10 минут я неслышно ухожу, не попрощавшись. Я гордая. Зачем со мной так? Живой не сдамся. Кто кого? Но времени в этот сезон у меня было более обычного. На предложение Касьяна Ярославича Голизовского поставить несколько концертных номеров и показать их в зале Чайковского отвечаю радостным согласием. «Быка за рога». Послезавтра первая репетиция в хореографическом. Начнем с шестого вальса Шопена. В 1992 году Голизовскому 100 лет. Ярчайшая, ни с кем не перекликающаяся фигура в истории русского балета, стоящая совершенно особняком. Экспериментатор, выдумщик, фантазер, оригинал, чудак. Звучнее всего имя Касьяна Голизовского гремело в 20-е годы. Тогда на сцене Большого он ослепительно поставил Иосифа Прекрасного на музыку Василенко. Кстати, у Василенко кончал Московскую консерваторию отец Щедрина Константин Михайлович. Это, между прочим. Иосиф Прекрасный был настоящей сенсацией. А еще в 1916 году до большевистского переворота Касьяна Ярославович удивил православный мир массовым шоу полуобнаженных дев, вводящих с плетенными руками волнообразные чудо-рисунки. Через 20 с лишним лет, через 20 с лишним лет в Голливуде этот трюк получил название «Girls». А начались «Girls» в России с Голизовского. А что же делал их создатель в 30-е и 40-е годы? Работал ночным сторожем в гастрономе по соседству с пристанищем. В Сталинской империи безработных не было. Каждый гражданин обязан был состоять на службе. А кто возьмет на работу зловредного модерниста, вольнодумца, слыхом не слыхавшего о социалистическом реализме и не желавшего слышать? Жена его, Вера Петровна Васильева, танцевала в большом балете. И на ее зарплату и оклад сторожа семья скудно существовала и растила сына. Иконописца Никиту. В 1959 году, приехав в Ленинград на концерт Щедрина, я сильно расхворалась в гостинице Европейская. Лежала в постели. Молоденькая горничная, узнав, что я балерина, рассказала мне о жившем неделю назад на том же этаже в московском хореографе Голизовском. Богатая, самодельная, самодеятельная, клубная труппа выписала его на какую-то постановку. Какой же интересный человек! Сколько повидал, мир весь объездил, жил в Испании несколько лет. Про каждый замок там знает, рассказывала девушка. А Голизовский, кроме деревушки Бехова, что на Аке, где он каждое лето собирал грибы и причудливые корни кустарников, до Москвы с Петербургом нигде не бывал. Он был классический, невыездной. Но бешеная фантазия его носила, метала по миру, жила годами в Испании, бродила по закоулкам Парижа, молилась в пагодах Таиланда, упивалась красавицами Китая, охотилась с аборигенами Австралии. Он никогда не лгал. Он всегда без удержу фантазировал. Но как не прискорбно писать творческого романа с великим Голизовским, у меня не вышло. Конечно, я тому виною, моя индивидуальность. В Голизовском исполнителю надо до конца раствориться. Исполнитель слепец, Голизовский поводырь. Я этого не смогла. Мое непокорное нутро лезло из всех щелей и вступало в конфликт с хореографом. Тот концерт мы из подволь готовили три с лишним месяца. Состоял он из пяти балетных номеров с музыкальными прослойками. Спящая, чудаковатая интерпретация с полоумным принцем Дезире. Вальс Шопена с пианистом Юрьевым Брюшковым по посредине сцене. Я облако, то скольжу вокруг музыканта, то ластюсь к инструменту. Боготворимый им всю жизнь Скрябин, а я и поныне не знаю, дружил ли он с ним в реальности, как любил рассказывать, или это тоже была фантасмагория. Скрябину было 42 года, когда он умер, а Голизовскому 23. Миниатюра Леадова и бестолковый, прости господь, наше согрешение, намерище на советскую тему. Без патриотического оброка концерт не мог вообще состояться. Моим партнером был громоздкий атлетичный Лапаури. Он изображал мерзкого фашиста, а я смелую партизанку. Мы десяток минут в белых балдахонах катались, ползали друг за другом по полу. Таились, боролись, но в конце, как и подобает непобедимому советскому воину, я его варварски душила. Немец дергался в конвульсиях и замирал. Наконец-то, вставая в весь рост, я сбрасывала балдахон, и зал видел, что героический победитель – женщина. Кто кого? Повидавшие виды и насмотревшиеся, наслушавшиеся всех футуристов века досыта, Лилия Юрьевна Брик, с которой я годом раньше свела знакомство через журналиста Владимира Орлова и его жену Люсю, и та была в полном недоумении. Но как благодарна судьбе я за те чудесные три месяца работы с Голизовским, «Как рванули они меня вперед». В 1959 году Касьян Ярославович поставил мне испанский танец на музыку Щедрина. Премьера тоже была в зале Чайковского. И Родион сам был за роялем, но шедевр опять не родился. Зато какой шедевр сделал Голизовский для Васильева? Нарцисс на музыку Черепнина. Я задыхалась в счастье каждый раз, глядя на этот бесподобный номер. А вереница Скрябинских миниатюр, шапоринское заклинание, наконец полнометражный Лили Менжнун, поставленный мастером на исходе дней его, когда художественная цензура партии чуть ослабила свои щупальца. И все же этот одержимый, наполненный до краев творческим воображением художник, не смог до конца осуществить себя в страшной советской стране. Из этой темной полосы выводит меня опять же Лебединая. На один из спектаклей, доставшихся мне по замене, пришел тогдашний министр культуры Лебедев. Куда же Лебедеву еще было ходить? Конечно же, только на Лебединое. Кресло это именовалось тогда не министерским, а председательским. Председатель комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР. Бог, царь, артистов и музыкантов. Спектакль в тот вечер мне удался. Атмосфера наэлектризована, как на премьере. Публика захвачена, долго рукоплещет. Цветы кричат. Браво! Лебедева представление увлекает. Он расхваливает меня направо и налево. Через третьи руки узнаю, что наш влиятельный председатель настоял на включении молодой балерины Плесецкой в число артистов, рекомендованных комитетом искусств на торжественнейший концерт в Кремле в день 70-летия Сталина. До концерта еще далеко. Почти целый месяц. Это конец декабря. Все может 200 раз поменяться. Но что-то внутри твердит. Это состоится. Ты победишь. Кто кого. Глава 20. День рождения Сталина. Историки назовут эту дату без раздумий. 21 декабря 1949 года. Заводилы коммунисты по всем континентам планеты бесились от подлого усердия, как величественнее отпраздновать день рождения кровавого тирана. Замороченным трудящимся ежечасно внушали, что день сей выше по значению Рождества Христова. Наши братские советские народы ломали головы. Какой сюрприз приготовить благодетелю человечества к светлому празднику. Даже открыли музей подарков венеценосному вождю. Газеты печатали океаны телеграмм и писем, адресованных дорогому Иосифу Виссарионовичу. Все изгалялись в подхалимаже. Какие бы еще слова выдумать? Как бы по иступлении лизунуть, отличившись рябую до усатую диктаторскую морду? Поэты слагали оды, композиторы песни, пряхи умельцы ткали ковры. А артисты мечтали об участии в юбилейном правительственном концерте. Это я сейчас так думаю. А тогда все застилал сам факт участия в юбилейном светопредставлении. Новости довыходили волнами. То видели меня во вгустейшем списке, то ими мое выпадало. Потом опять возникало. Подразумевался, конечно, отрывочек из Лебединого. Так порешил Лебедев. Но вышло по-иному. Мадонн-Кихота театр пригласил из Тбилиси в Ахтант-Гачебукиане, танцовщика, слава которого гремела вровень с именами Улановой и Семеновой. Пусть все знатные грузины в преддверии праздника планеты принесут и свое искусство великому компатриоту. Выставили весь первый состав, а уличную танцовщицу и безот второстепенный, но броский, танцевать некому. Черкасова, нашего прыжковая солистка, захворала. Сколько раз мне довелось играть роль палочки-выручалочки. За две репетиции я осилила танцовщицу и, обрядившись в наспех придуманный с самой черной, с оборотками, с оборками костюм, подбитый красными валанами. А раньше танцовщицу изображали в белой кофте с манистами и зеленой юбке. Лихо исполнила эту партию. Успех громовой. Все хвалят. Ноги были легкие, и прыгала я до самого поднебесья. Публика выла. Коля так, порадуем генералиссимуса к 70-летию чемпионским прыжком. Шашкин вызвал меня в свой мерзкий кабинетик возле канцелярии. Тебе выпадает высочайшая честь. Будешь участвовать в кремлевском концерте 22 декабря. Это поручение коллегии. Что за коллегия? Создатель? Откуда? Надо станцевать прыжковую вариацию из Дон Кихота. Репетиции каждый день в Большом зале консерватории. Начались многочасовые бдения. Ни класса, ни завтрака. Сиди битый день на скрипучих креслах консерватории. Жди, когда тебя вызовут. В партере полно сосредоточенных, внимательных господ наблюдателей. И комиссия, и коллегия. Анхрана НКВД. Все тут как тут. Сверяют физиономию артистов с их личными делами по отделу кадров. Каждый номер гоняют по сто раз. Репетируют поклоны. Выход, уход, реверанс к Богу. Тут пишу Бог с маленькой буквы. Сталин был просто мелкого. Все поют и поют дуэтом. Козловский с Михайловым. Народную песню. Вот-вот сорвут голоса. В полную силу. Отлынивать не дадут. Вера Давыдова, от тайной страсти, к которой пылало кавказское сердце полководца народов, повторяет и повторяет свою бархатную арию. Арии поменяли немало. Силится подобрать самую-самую. Валерия Барсова, знаменитая колоратура той поры, тяжелая, приземистая, зябко кутается в оренбургскую шаль. Голос устал, похрипывает. Зал консерватории не самый теплый в Москве. Томится Лепешинская. Без нее правительственные концерты не обходились. Сталин ей симпатизировал, прозвав «стрекозой». К тому же составители концертов никогда не забывали, что грозный муж балерины – соратник людоеда Берии. Генералов НКВД боялись нещадно. Со мной опять все неладно. Прыжковая вариация – это совсем кроха. Каких-то сорок секунд. Не успеет юбиляр со званными гостями рассмотреть молодое дарование, полюбоваться техникой прыжка. На завтра велят повторить соло дважды. Прыгаю вторично. Теперь с другой ноги. Опять нехорошо. Музыка та же, как шарманка. Следующий день просто сижу. Танцевать не зовут. Похоже, выкинут из концерта. Лавровский предлагает комиссии художественное решение. Пианисту сыграть прыжковую вариацию Лоуренсии, а мне дважды пропрыгать Дон Кихота. Эрудиты соглашаются. Я с трудом свожу концы с концами. Сама танцую, как сама балетмейстер. Но сцена консерватории привольная, широкая. Прыгаю во всю мощь. Стараюсь. Вылететь из концерта ни в коем случае нельзя. Затопчут, засмеют. Типа не подошла. Рыльцы, похоже, в пуху. Комиссия коллеги довольно подзывают, спрашивают, не лучше ли одеться в пачку красного цвета. День-то красный, великий для человечества. Ясно. Соглашаюсь. Предложите танцевать хоть в маскировочном халате. Я покорюсь. Обратного-то ходу нет. Засмеют, растопчут. А какого цвета, товарищ Плесецкая, будет головной убор? В тон, а прическа? Всем интересуется. Вот гады. Бдят. Юбилей справляли днем, позже календарного дня рождения. Теперь все по порядку, с мелочами, деталями, страхами. Начало концерта определили в шесть вечера. А в театр надо явиться к двенадцати. Это уж точно. Гримироваться следует в театре. Лишнего с собой ничего не брать. Костюмы лучше надеть тут же. Мы взмолились. Остынем же. Не настроимся. На дворе декабрь, холодище. Оперные во фраках, в платьях, в пол. А я в пачке, с голыми ляжками. Чувствовать себя буду за шесть часов до выхода неуютно. Ну, разрешают. Дармоедов, нас конварирующих, целая рота. На лицах, глубоких бокомыслия, преданность и рвение. Положила тон. Намазалась. Подвела глаза. Причесалась. Пришпилила красную розу на бекерень. Цветок стражи внимательно прощупали глазами. Хм. И правда бумажный. Потом долго сидим в ложе дирекции. Торжественно молчим. Соревнуемся в изображении искреннего, душевного трепета на лицах. Все сверхпатриоты. Но кто самый-то? Кроме артистов большого, пианиста Гилльса, солистов Энзоцабля Моисеева, несколько выступающих от республика еще было. Нужно во всем блеске показать нерасторжимую дружбу братских народов. Помню о азербайджанце Бюль-Бюль. Тамару Ханум из Успекистана. Бесшумно явился гонец. Машины поданы. Гуськом медленно двигаемся к первому подъезду. Рассаживаемся. Пересчитывают. Все на месте. Едем. У ворот Кремля долгая проверка. Разговор в полголоса. Внимательно, неспешно смотрят содержимое сумок. Осторожно перебирают. Трико, туфли с лентами, обувной рожелок. У аккомпанирующих листают ноты. От корки до корки. Все в норме. Ничего подозрительного. Можно двигаться дальше. У входа в артистический подъезд процедура повторяется с удвоенным старанием. Пропуск сверяют со списком. Список с руководителем. У каждой машины свой. Руководителя с пропуском. Твой пропуск. С загадочными цифрами и печатью с театральным документом. Он, ясное дело, при тебе. Долгое сличение черт лица на фото с реалией. Опять взгляд на штемпель. 22 декабря 1949 года. Кремль. Проходите. Проходим. Распределяют по тесным артистическим. На дверях имена. Опять долгая проверка. Вам, наверное, скучно читать это. Но время до выхода на сцену длилось бесконечно. Перешептываюсь с Лепешинской. Есть ли здесь туалетная комната? Есть. Рядом дверь. Выхожу. Стражники в коридоре встрепенулись. Это что еще такое? Виновата. Тенью захожу в туалет. Хоть там никого. Наконец-то при воле. Свобода. Может, разве кто невидимый стоит? По очереди. Опершись на стол, греемся в темстной комнатке. Вдвоем не получается. Вроде готовы. Ждем, когда позовут. Все уборные, собственные персоны обходят генерал Власик с вышкаленной стайкой стройных адъютантов. Начальник личной охраны Сталина. Не здоровается. Лишь жестко, пристально вглядывается до самой селезенки. Так, что мороз по коже. Начинается концерт. Торжество проходит в Георгиевском зале Кремля. Артисты по очереди ныряют в приоткрываемую двумя светловолосыми гренадерами кованую пудовую дверь. А по коридору прожекторами, сверлящие жгучие насквозь глаза. Много раз. Ящичек с канифолью тоже под охраной. Специальный страж стоит. Натираю туфли. Подражаю. Подрагиваю. Запугали в усмерть. Не до танца. Эхом слышу свое имя. Ирина Михайловна Головина, чин ее и должность могу лишь себе представлять, панически шепчет. Постарайся, маечка, вовсю. Дверь приоткрывается. Ныряю. Слепящий свет. Все в золоте. В первом ряду, спиной к сцене, за длинным праздничным столом, в пол оборота ко мне, размытая моим страхом и ярким светом, усатое лицо императора. Рядом с ним Мао. Встаю в препарасьон. Звучит рояль. Ну, Господи, пронеси. Первый прыжок. Катастрофа. Пол паркетный, натертый доблеско, воском. Только бы не упасть, поскользнувшись. Это единственное, о чем я думаю. Как станцевала, хорошо или плохо, не понимаю. Но устояла, не грохнулась. Слышу гулки аплодисмента. Сталин, наклонившись, что-то говорит Мао Цзэдуну. Между ними, как на переводной картинке, всплывает лицо безымянного переводчика. О чем говорят вершители судеб. Кланяюсь. Натужно улыбаюсь. И, как приказали, не задерживаясь, ныряю в приоткрывшуюся бело-золотую дверь. Ловлю себя на мысли, что опустило при реверансе глаза в пол. Признаюсь, через годы встретиться взглядом со Сталином мне было просто страшно. Интуитивно страшно. Никто не реагирует. Все заняты следующим номером. Обессиленная. Медленно бреду в свою комнату. Бездвижно. Долго сижу перед зеркалом. Лицо осунулось. Не мое. Отшпиливаю красную розу. Мертвецки устала. Отдышусь. Потом переоденусь. В утренних газетах краткая коммуникет ТАСС о праздничном концерте в Кремле. И моя фамилия там. Это победа. Можно теперь и побороться за свое будущее. Того, глядишь, станцевать что-то новое. Все, друзья. В следующий раз мы будем читать главу двадцать первую. Танцую, Дон Кихот. Танцую в операх Голованова. Спасибо вам большое за то, что слушали. Всего доброго. Смотрите следующее видео. Спасибо. 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 Спасибо.